МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшний день региональные элиты, в общем-то, не саботируют эту реформу децентрализации. Она идет тем ходом, который она идет. Ее, опять-таки, двигают не политические сегодня амбиции какие-то, а именно экономика. Просто Украина оказалась в ситуации, когда, если местные громады сейчас не смогут решить вопросы с местным бюджетом, с местным финансированием своих собственных проблем, то фактически эти проблемы решать никто не будет. В Одесской области функционирует 12 объединенных территориальных громад. Еще 5 ожидают от Центральной избирательной комиссии назначения первых выборов. За первый квартал этого года местные бюджеты выросли почти на 35%, то есть на 14,5 миллиардов гривен. Для того, чтобы дальше сохранять какой-то нормальный уровень существования, для этого нужно реально провести процедуры приватизации, которые оглашены правительством, и для этого нужно закончить реформу децентрализации. Все развитые европейские страны прошли процесс децентрализации. Положительный результат можно наблюдать, к примеру, в соседней Польше. Там важную роль в проведении пакета реформ сыграла так называемая шоковая терапия польского экономиста и политика Лешика Бальцировича. Это быстрый переход от государственной к рыночной экономике. Для того, чтобы пройти реформу успешно, нужно ее пройти быстро. Вот поэтому план Бальцировича, он очень понятен, он привел Польшу сегодня к великолепным результатам. Он дал ей колоссальный успех в экономике. Сегодня это шестая экономика в Европейском Союзе, 24-я экономика в мире. Ее уровень ВВП по паритету и по номиналу три раза больше, чем украинский. Ну, в общем, опыт колоссальный. Украина движется в правильном направлении. Внедрение реформы децентрализации поможет развитию регионов. Первые положительные результаты уже есть. Ольга Голодова, Дмитрий Бондаренко, 7 канал.